Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Сорокин Данил Владимирович, сотрудник Московского детско-юнужского центра экологии и кривения и туризма. Тема лекции «Опыт обращения отходами в странах мира». Тема весьма амбициозная, объемная, а по времени мы ограничены. Поэтому главной целью лекции для себя я поставил не перечисление сухих фактов, законов, сопоставлений штрафов, а саму постановку проблемы обращения с отходами и кристаллизации ее в некой логике и общем выводу, к которому мы придем. Сразу вам хочу сказать, что всего на планете общепризмных государств свыше 190. И, казалось бы, такое же многообразие опыта с обращением с отходом мы, наверное, должны получить. Но все немножко не так, а как на самом деле вы сейчас увидите. Проблема обращения с отходами перед человечеством стоит очень остро. Вы это прекрасно понимаете. Но насколько давно эта проблема стала такой острой, и когда люди с ней столкнулись? Когда у нас было аграрное общество, то есть основанное на сельском хозяйстве, практически отходов никаких не возникало, которые бы не могли долго переработаться. Но переход его и трансформация аграрного общества в индустриальное привело к масштабному росту производства различных товаров. Еще историки говорят, что произошла промышленная революция, индустриальная революция. Стало производить много синтетических товаров, одноразовых товаров, изделий. Они в целом упали в цене, стали доступны, стали массовыми. И в конце концов, вот этот переход в индустриальное общество, мы, люди, в широком смысле слова, примерно 150-200 лет назад, стали постепенно задавать вопрос, что можно сделать с отходами и что нужно делать с отходами. И, конечно, первой идеей было, что, как вы думаете, какая первая идея, как поступить с отходами. Вот, идея на поверхности лежит, она очень простая. Нужно все слить в реку, а все, что можно выбросить, то идеальным местом для этого будет, конечно же, лес или океан. Вот, это вот первая идея, которая пришла людям в голову. Отличная идея, не правда ли? Конечно, это не могло продолжаться вечно, потому что выяснилось, уже на тот момент было известно, что Земля все-таки круглая, если верить Галилео, они плоские, и с ее обрывов никуда ничто не сваливается в бездну, то все загрязнения окружающей среды, которые люди там оставляли, рано или поздно оказалось в организме самих людей. Как это происходит? Вот схематично вам покажу. Допустим, микропластик в океане, все вы прекрасно знаете про большое обилие разнообразных мусорных островов, но в любом случае, посмотрите, как выглядят камушки на берегу любого моря. Они такие круглые, правильной формы, достаточно не угловато, потому что море, океан, все перетерло в какую-то мелкую суспензию. Также и пластик в океане перетирается в микрочастички, и через воду или через мясо рыб, через другие какие-то пути попадает в организм человека. Тяжелые металлы тоже попадают в организм человека, которые в природе, в окружающей среде оказались людям благодаря тому, что они избавлялись неправильно от батареек, от ртутных градусников. Когда выбрасывается в атмосферу тяжелого металла при использовании автомобилей, эти тяжелые металлы, в каких речь идет свинец, например, ртуть, аккумулируется в тканях растений, вот такое вот удивительное свойство растений, в ткани их заключать, а затем вместе с овощами и фруктами попадают опять в организм человека. Ничего хорошего организм у человека от этого не испытывает. То есть, в принципе, все у нас в этом плане зациклилось. Поэтому давайте сейчас сделаем вот такие выводы, и для себя пометим отходы, зачем надо с ними что-то сделать. Я думаю, вы со мной в этом плане согласитесь. С отходами нужно что-то делать. Почему? Первая причина. Нужно сохранять чистоту природы среды. Это понятно. Потому что это не будет подвергать риску здоровья человека. И третья. Вернуть в промышленный оборот максимум материалов. Вот сейчас мы давайте это зафиксируем. И дальше перейдем по очень необычным слайдам. Приготовьтесь. Кто любит мышкой щелкать, можно сейчас пощелкать. Потому что дальше времени не будет. Со временем страны мира, причем, как правило, отличные, чем меньше страна, тем быстрее стало понятно, что отходов надо избавляться в буквальном смысле бесследно. И основной упор стал делаться на возможность раздельного сбора. Итак. Вы думаете, раздельный сбор это просто? На самом деле, сейчас перестаем щелкать и смотрим следующий очень сложный слайд. Так. Это раздельный сбор. Мы переходим. То, к чему все пришли. Итак, щелкать не надо, а теперь подумайте. Попробуйте предложить 2-3 идеи по сортировке геометрических фигурок. Вот как бы вы их разложили на столе? По каким группам? По каким признакам? Вот примерно такую же проблему решает государство всех стран. А что делать с мусором? Как его сортировать? Ну, самая простая идея, самый очевидный вариант, который первый приходит в голову. Да, правильно. По цветам, по окрасам. Я тоже так сделал. Вот, это первый вариант. Получаются у нас 3 группы. Дальше. Какой еще вариант есть в сортировке геометрических фигурок? По форме. Хорошо. И третий вариант. Кто-то может что-то предложить? Ну, на самом деле, вариантов много. Давайте посмотрим. Третий вариант. Это по количеству... А, это просто по самой фигуре. Круги, овалы, трапеции, треугольники, квадраты. Вот, причем еще, видите, здесь сортировка слегка сложнее получается. Здесь мы треугольники отделяем равнобедренные от прямоугольных треугольников. Но, на самом деле, если вы потом уже после лекции попробуете посортировать, в конце концов, все может прийти к тому, что вы будете сортировать, и количество вариантов у вас будет равно практически количеству самих фигурок. В конце концов, потому что мы начнем еще добавлять комбинат цвет плюс фигуру, угол плюс фигуру и так далее. В общем, это бесконечное занятие. Вот. Вот мы видим три бачка с вами для пластика. Стекла и бумаги, и счастливого горожанина. Это стало происходить потому, что первые шаги по раздельному сбору мусора в разных странах стали появляться баки, когда туда должны были попадать отходы по признаку материала, из которого они изготовлены. Но так же, как и мы с вами сейчас в сортировке геометрических фигур, все-таки стали получать несколько больше вариантов, чем один, два или три. В конце концов, на последнем варианте было шесть групп у нас получилось с вами. Некоторые страны стали вводить дополнительную фракцию. Ну и в некоторых регионах России, да. Здесь мы видим уже четыре бачка для пластика, стекла, бумаги и металла. Ну, казалось бы, ладно, три бачка. Хорошо, давайте сортировать четыре. Но где-то добавили еще и пятый бак. Это был уже дополнительный бак для оргтехники. То есть отдельно, понимаете, где-то сортировали по цвету, где-то сортировали, где-то по материалу, а здесь уже стали по названию изделия. Как вы думаете, сколько баков будет на следующем слайде? Два. Ну, вы в чем-то правы, но это не на следующем. На следующем слайде уже восемь баков. И это не шутка, это реально опыт отдельных стран. Есть страны, которые стали и десять баков, и пятнадцать. И, в общем, действительно, это все выглядело как наши головоломки. Количество вариантов со временем становилось все больше и больше. Я не буду зачитывать, для каких фракций. Просто в отдельную категорию стоит выделить плюшевые баки с руками и ногами. В общем, и такие баки бывают. Вы просто посмотрите теперь на предметы, которые вас окружают. И подумайте, что когда-нибудь придется от них избавиться. Когда-нибудь придется их выбросить. Если вы решите сделать это правильно, в логике, философии раздельного сбора, представьте, какое количество баков вам понадобится. И подумайте, по какому признаку вы бы стали их классифицировать в свои отходы. Станет понятно, что вам понадобятся десятки, а может быть и сотни мусорных баков. Для пластика. Пластика одного типа, второго, пятого, для алюминия. Железо, стекла, бумаги, дерево, хлопковых изделий, синтетических изделий, шерстяных изделий. Полусинтетических, полушерстяных, полухлопковых, пластиковых, бумажных и так далее и тому подобное. В общем, стало понятно в каждой государстве, что нужно поставить этому точку и как-то договориться, как нам просто, но в то же время эффективно разделять отходы. Итак, потому что в этой модели обращения с отходами должно приезжать уже, как вы понимаете, если один бак, то приезжает один мусоровоз, если два, то два, если восемь, то восемь. Почему нехорошо, когда приезжает восемь мусоровозов к вашему подъезду? Во-первых, это выстроится огромная пробка, будет очередь из мусоровозов. Мусоровозы будут друг с другом ссориться. Но самое главное, давайте добавим дополнительную причину сортировки отходов. Четвертый пункт, смотрите, это снизить углеродный след. Одна из причин, по которой необходимо правильно утилизировать отходы, она связана с глобальным изменением климата, когда свалочные газы вносят вклад в усиление парникового эффекта. Но если мы так щедро систему утилизации отходов снабдим новыми мусоровозами, то о каком снижении углеродного следа может идти речь? Понятно, что каждый мусоровоз будет выбрасывать свое количество парниковых газов, а кроме парниковых газов, мусоровоз еще требуется электричество. Для его обслуживания электричества вырабатывается за счет сжигания и копаемого топлива. А также в атмосферу попадают тяжелые металлы и перетертая сажа от шин. То есть, получается, мы здесь немножко начинаем в своем желании, стремлении переработать все, собрать все раздельно. Мы, получается, в какой-то момент начинаем противоречить второму пункту наших с вами причин, почему мы делаем что-то с пластиком, это не подвергаем риску здоровья человека. Одним из самых компромиссных на данный момент и наиболее отвечающим возможностям общества в России признается двухпоточная система сбора отходов. Когда все, что можно переработать, предлагается складывать в синий контейнер, а все, что невозможно переработать, как правило, это органика, средства личной гены, серый контейнер. Да, здесь мусоровозов стало в два раза больше, но не в три, не в четыре, не в восемь раз. Но и эффективность извлекаемых отходов на переработку значительно возросла, а значит и снизилась нагрузка на полигоны. Такие баки стали встречаться повсеместно в нашей стране с 1 января 2020 года. То есть, этим баком всего три месяца. То есть, здесь, на самом деле, мое, возможно, будет таким субъективным мнением, но в дилемме переработать все, но дорого для природы, с большим углеродным следом, или переработать много, но в то же время с каким-то компромиссом, вот эта модель, она наиболее сейчас успешно теряется в России. Поэтому давайте добавим пятую причину, вытекающую из этого способа обращения отходов. Повторюсь, базируется она на том, что количество полигонов становится слегка меньше, потому что вовлекаемые в переработку отходов увеличиваются. Это будет у нас с вами, так оно и будет, сокращение площади мусорных полигонов. Возможно, для большой страны это не так критично, да, но стран у нас почти 200 на планете, и есть гораздо более маленькие, чем Россия. Поэтому я вас хочу познакомить. Наверное, знаете, вот следующий слайд, он будет нашей российской поговорке, так соответственно, больно выдумку хитра, да. Когда у тебя мало территории, негде все это дело закапывать, приходится изворачиваться. Опыт обращения с отходами, да, он весьма оригинален. Япония не стала делить мусор на 8 типов, или на 10, или на 20. Япония не стала делить мусор на 2 типа, как в России. Перерабатываемый и неперерабатываемый. Как вы думаете, на какие 2 фракции, условно говоря, на какие 2 типа можно поделить мусор, кроме как на перерабатываемый и неперерабатываемый? Посмотрите вокруг. Всего на два типа. Поделите все вокруг. Давайте по-русски. Ну, в общем, вы подумайте. Согласитесь, мы с этой версией или нет. Но подошли они довольно оригинально. И поделили весь мусор на тот, который можно сжечь. И тот, который сжечь нельзя. Вот под этим двух признаков он был и разделен. При этом сжигаемый мусор выводится два раза в неделю. Это древесина, пищевые отходы, одежда. И несжигаемый, который выводится раз в месяц, это металл и камни. Да, ну вот съедобные и несъедобные отходы, они тоже могут быть сжигаемыми. Или нет. Но сжигаемые, они тоже поделили еще на два типа отходов. Это те, которые можно выбросить бесплатно. И те, которые нужно выбрасывать обязательно платно. Платный мусор заблаговременно необходимо помещать в отдельные платные пакеты, цену которой включена плата за утилизацию. А бесплатный мусор помещается исключительно в прозрачные пакеты, так чтобы было видно мусорное содержимое. И если тот мусор, который считается платным для выбрасывания, окажется в прозрачном бесплатном пакете, то есть вы попытались избавиться от него бесплатно для себя, будет выписан достаточно серьезный штраф. Вот посмотрите на слайд. Слева вверху вы видите мусоросжигательный завод. Справа у столба вы видите площадку для сбора бесплатных сжигаемых отходов. Видите, пакеты прозрачные. Далее вы видите мусорные пакеты, которые продаются в магазинах, уже с включенной стойкостью переработки. Это платные цветные пакеты для разных типов отходов. А справа внизу вы видите на фотографии остров. Этот остров образовался из пепла, который был произведен после сжигания мусора. Дороже всего избавиться в Японии от подгузников. Для них самые дорогие пакеты. Но есть льготы. Родителям детей до двух лет или сжечьим пожилым людям выдаются специальные маркировочные пакеты, социальные, так называемые, бесплатные, для утилизации именно подгузников. Выдаются они, кстати, вместе с подгузниками. Крупногабаритный мусор необходимо выбрасывать по отдельной заявке. Есть специальный центр обработки и сбор крупногабаритного мусора. Естественно, все будет очень дорого. Это будет платно. И если утилизировать мусор неправильно, то будет очень крупный штраф. Поэтому эти мысли практически никому к слову не приходят, кроме как туристам или тем людям, которые недавно приехали. Но, дорогие слушатели, несмотря на то, что в Японии довольно скрупулезно собирают мусор, вот посмотрите еще раз на правую нижнюю фотографию, остров. Остров образовался от сжигаемых от сходов. Более половины мусора в Японии все равно сжигается. Сжигается его в таком количестве, что этого хватает на то, чтобы насыпать новые острова. Этот пепел, как я уже говорил, используется для создания искусственных насыпных островов. Можно, конечно, назвать это выбросы пепла в океан, а можно и назвать строительство островов. Я не хочу сказать сейчас, что в Финляндии опыт, который я сейчас слегка озвучиваю, имеет какой-то оригинальный принцип сбора и утилизации отходов. Он повсеместно распространен в разных странах. Тем не менее, на ее примере я хочу вам рассказать о том, что в некоторый мусор могут быть включена так называемая залоговая стоимость ТАР. То есть, это та сумма, которая будет возвращена покупателю в случае, если ТАР он вернул туда, куда это было задумано вернуть. Сумма может быть достаточно высокой. Например, посмотрите на тарифы в Финляндии, свежий тариф этого года. Бутылка небольшого размера это 10 центов, то есть практически 8 рублей. Бутылка литр это около 20 рублей. И крупные бутылки свыше 2 литров это может достигать 50 рублей. То есть, вы приходите купить газировку за 10 рублей, должны заплатить 60. На 50 рублей вам вернут обратно. На случай, если вы положите в специальные такие фундаматы, которые находятся прямо в каждом супермаркете, в каждом магазине. Кстати говоря, в России тоже могут ввести на уровне закона включение в стоимость продукта стоимость залога ТАР для стимулирования роста утилизации и переработки отходов. Но не для всех товаров, только для тех, срок годности которых не больше года. Не знаю, такое ваше отношение, любопытный опыт применяется в Европе, но достаточно такой, пока еще специфичный. Но не все получается переработать. Некоторые страны приходят к простому решению, оно достаточно ответственное. Это просто к запрету определенных типов товаров. Например, во Франции уже больше года ватные палочки находятся вне закона. Их запрещено продавать. Но разрешены продажи ватные палочки на основе бамбуковых стержней. Более того, через год, через несколько месяцев, уже получается с 2021 года, по всему Европейскому Союзу будет запрещено продавать одноразовую посуду. И возможно будут возникать новые разработки. Вы видите левая нижняя фотография, это спичка плюс вата. В Европе, возможно, будут таким образом соблюдать личную гигиену. В любом случае, минус этой системы, обратите внимание, что продавать палочки на основе древесины по-прежнему можно. Но такой товар стоит дороже для природы, прежде всего. Давайте еще парочку примеров я вам покажу и перейдем к обсуждению. Например, в Нигерии из пластиковых бутылок строят жилища, наполняют бутылки песком. Поэтому получается своего рода кирпич, который затем скрепляется на вязкой субстанции. Но, конечно, примеры красивые, он прямо так на слуху, на самом деле, у тех людей, кто этой проблемой интересуется. Но по факту, вы сами понимаете, что это не переработка, не утилизация. Это отсрочка той проблемы, которая в любом случае когда-то встанет. А что же делать с этой бутылкой, когда здание будет разрушаться или когда все здания будут построены. То есть это своего рода перекладывание вообще ответственности, как бы, современной, да, на следующее поколение. Вы прекрасно знаете, что есть множество, ну один из самых распространенных способов переработки органических отходов, это компостирование. У многих это происходит в компостных специальных коробах. Или в любом случае, эта проблема решается работой специальных микроорганизмов. Но вот в Китае органические отходы существуют несколько частных государственных корпораций, когда переработка органики происходит уже не бактериями, а тараканами. Но только в Китае есть такие заводы. Находится в городе Цзинай. И вот примерно вот в таком заводе, слева внизу фотографии этого завода, миллиард, один миллиард тараканов перерабатывает 50 тонн органики в сутки. Что же происходит потом с этими тараканами? Вот мужчина на правой нижней фотографии держит ложку. Это просушенные, перетертые, мертвые тараканы. То есть получается такой протеиновый спортфит для спортсменов. Вот используется эта добавка для пищи скота, потому что она невероятно калорийная, белковая, полезная и в принципе весьма безопасная. Вот сидят, находятся там тараканы. Едят тараканы очень избирательно, едят только то, что они считают свежим и так далее. И поступает пища, что я специально в таких трубах. Итак, давайте сейчас отходы, отходы, да, судьбу отходов, скажем так, сгруппируем по четырем признакам. Итак, стран в мире 190, не считая непризнанных стран. Но я могу выделить, возможно, вы что-то добавите, мне будет интересно ваше мнение узнать. Только четыре основных направления. Это захоронение, сжигание и что самое важное, потом опять захоронение, вторичная переработка и компостирование. У каждого этого направления есть, как ни странно, свои плюсы и свои недостатки. Чего больше в каждом направлении, это уже, ну, нужно так детально рассчитывать. В любом случае, у каждого из этого направления есть минусы. Самое главное, я думаю, нам с вами необходимо, прежде всего, наверное, делать так, чтобы нечего было не захоронивать, не сжигать и не перерабатывать. И не компостировать. То есть, доедать всю еду, минимум пользоваться одноразовыми вещами, стараться вещи использовать максимально долго и эффективно, дарить их потом, передавать, использовать повторно. Тогда минусы захоронения, минусы сжигания, минусы компостирования, это имеется в виду выделение парниковых газов, и минусы вторичной переработки, высокий углеродный след от большого количества собираемых фракций, тогда эти минусы автоматически просто сходят на нет. Все остальные способы переработки, при помощи, допустим, моли, вот есть перерабатывать одежда, при помощи каких-то других организмов, да, все это под типы вот этих четырех блоков, ну, на мое мнение, которые сейчас вы видите на сегодня. На этом все, вот, по данной теме, уважаемые слушатели, благодарю вас за внимание.